Если кто-то, шальной какой-то избиратель, зайдет без двух минут восемь, то ему дают возможность получить бюллетень, проголосовать, он вышел, и после этого все, голосование прекращается, и председатель говорит, ну что, день был тяжелый, явка большая, давайте чайку попьем, а потом с новыми силами возьмемся за подсчет голосов. Федеральный закон категорически запрещает, никаких перерывов устраивать нельзя, 20 чешов, все, начали подсчитывать голоса избирателей, и здесь тоже есть четкая процедура, нарушение которой не допускается. С чего мы начинаем подсчет голосов? Мы гасим, подсчитываем и гасим неиспользованные бюллетени. Все равно стопроцентной явки не будет, поэтому какое-то количество бюллетеней окажутся невостребованными. И ничего мы не делаем на избирательном участке, пока мы не подсчитали эти неиспользованные бюллетени и не погасили. Гасим мы, отрезая нижний левый угол, то есть там, где квадратиков нет, чтобы нигде ничего не повредить, никаких сомнений не было. Для чего мы это делаем? Чтобы никто потом этими бюллетенями не смог воспользоваться, если у них там контрольные соотношения не пойдут. Это понятно, да? Вот, итак, гасим. Они говорят, ну вот давайте, два человека пойдут гасить бюллетени, а вы пока садитесь и начинаете работать со списками. Нельзя. Последовательное действие выполняется. Пока не погасили бюллетени, ничего делать нельзя. Погасили, тогда начинают работать со списками. То есть вот тут уже члены участковых комиссий по каждой странице подсчитывают, проголосовали на участке, это по автографу, проголосовали вне избирательного участка, эта отметка проголосовала вне избирательного участка, и сколько всего людей на списке на этой странице. Потому что могут быть вычеркнутые, это из-за мобильного избирателя, из-за ДЭГа. Вот. И внизу на каждой странице они это подсчитывают, проставляют эти сведения. Так по всем страницам отдают секретарю, она эти сведения сводит. Пока не закончилась работа со списками, к бюллетеням никто не прикасается. И мы помним, что на каждом избирательном участке есть увеличенная форма протокола. Подсчитали неиспользованные бюллетени, сразу и погасили их, внесли в соответствующую графу цифру. Подсчитали по спискам, сколько всего в список внесено избирателей, сколько из них проголосовало на избирательном участке, сколько из них проголосовало на дому. Все эти цифры должны быть внесены в увеличенную форму протокола еще до того, как мы начнем работать с избирательными бюллетенями.